Кредит наличными в день обращения. Вот такими и похожими объявлениями обклеена вся Москва. Расчет мошенников уверен. Многим людям срочно требуются деньги, но то времени нет, то документов не хватает. И вот тут появляются черные брокеры. Оформляют кредит на бытовую технику, товар выкупают по сильно заниженной цене, и заемщик, получая на руки желаемую сумму, не понимает, сколько на самом деле он должен банку. Репортаж Василия Мальцева. То, что Сергей разбирается в обуви, теперь знает вся его семья. К слову, потребительский. Безработный москвич отнесся буквально и взял кредит на покупку кроссовок. Помог в случае, точнее объявлении на столбе. Один телефонный звонок, и студент окунулся в мир больших денег. Дает мне листочек, говорит, ты работаешь? Я говорю, нет. Как бы вот выучи то, что работаешь на заводе, и все. Я прихожу потом в банк сам, говорю то, что я работаю, как бы. Они меня фотографируют и дают мне 7700 на руки. И потом мне через месяца 2-3 приходит бумажка о том, что мне надо погасить кредит по 40 тысяч. Деньги за час, кредит за полчаса. Подобных объявлений на столбах тысяча. Центр Москвы заклеен в несколько слоев. Загадочным кредиторам нужен минимум документов. Их не волнует кредитная история заемщика, а главное, они гарантируют стопроцентный результат. Какая сумма нужна? Мне 15 тысяч нужно. Ну, в общем, 50 на 50, на 30 оформишься, 15 на руки получше. А выплачивать как буду? Чай. Выплачивать как буду и кому? Банку через банк. Отсутствие официального места работы или черная зарплата, судимость или плохая кредитная история для столбового кредитора не проблема. Ты работаешь официально, да? Ну, к сожалению, это не проблема. Назначив встречу в крупном торговом центре, кредитор быстро объяснил, как правильно заполнить банковские документы. Короче, я с тобой, когда я в Москве, работаю с администрацией, для зарплаты 45 тысяч рублей. Брокер в шортах пообещал, с банковской проверкой проблем не будет. Но чтобы получить наличное, нужно купить некую технику. И тут же сам выбрал товар. Ноутбук за 77 тысяч и телефон за 23. На вопрос, не слишком ли большая получается итоговая сумма, ответил, деньги тебе нужны, а не мне. От нуждающегося гражданина требуется только паспорт и согласие. Схема проста и по-своему блистательна. Вот пример. Телевизор стоимостью 100 тысяч рублей заемщик оформляет на себя. Черный брокер помогает клиенту обойти острые углы с представителями банка. Потом клиент отдает телевизор благодетелю. Получает искомые 15 тысяч, что важно, наличными. И обретает долг на 100, но в рассрочку. Возвращать банку придется полную стоимость товара плюс проценты. Телевизор остается у брокера. По сути, он его покупает со скидкой 85%. Зарплата кредитного менеджера напрямую подвязана к объему выданных кредитов. Но в банках уверяют, они к этой схеме не причастны. От комментариев отказали все как один. Та же история и с магазинами бытовой техники. Это колоссальная долговая нагрузка на подобного заемщика. Многие граждане даже не понимают, в какую ситуацию они сами себя загоняют. А когда они видят все это на цифрах, включается некое противоречие. Меня обманули, платить не буду. Масштаб деятельности кредиторов по объявлениям не могут оценить ни коллекторские агентства, ни полиция. Заявительный материал по таким делам отсутствует. На черных брокеров не жалуются ни магазины, ни банки, ни заемщики. Имейте в виду, что возможно, вас могут подозревать соучастники. Кстати, на это и рассчитывают организаторы подобной схемы, что люди побоятся обратиться в полицию, так как полиция может задать им вопрос, где была ваша голова и почему вы решили взять кредит. Информацию о том, как безработные за час получают кредиты на 100 тысяч, банки не разглашают. Обвинить же в мошенничестве брокера практически невозможно. Он в любой момент может заявить, что просто дал денег взаймы хорошему другу. А познакомились по объявлению. Василий Мальцев, Михаил Аверенков, Илья Кузьмин. Вести. Москва. Субтитры создавал DimaTorzok